Что, мне кто-то радуется там, я не знаю, машинам, ночью чему-то, алмазом, а я, как дурочка, радуюсь в губине и вереске. Ну вот реально, я их так ждала, и у меня прям, я хвостом виляю. Для меня это целые сокровища. Карасина для свечей. Это, на самом деле, я забыла, как называются книги этой женщины, а в подарок сделана, потомственная травница, и мы с ней общались по поводу травы нашего восприятия. Я ей рассказала, чего в нашей местности нет. Бузины у нас нет, я бы сама ее с удовольствием собирала. Сирень у меня по-другому засушенная. Сирень это очень мощный энергетик, афродизиак, такую эйфорию вызывает. Я обожаю сиреные свечи. Ольха у меня есть в Щепия, в Корее, но я хотела шишечки, у нас не растет ольха. Вот шишечки ольхи. Скажу честно, ромашку в этом году я встретила в 3-4 местах, не такую, не аптечную. У меня есть немецкая, у меня есть еще какая-то. Но вот этой классической, простой аптечной ромашки я пользовалась покупной. У меня всего 3-4 веточки, и они учу в летних. В летнее солнцестояние, в летних моих свечах. И вот и мне приехала ромашка. Это я просила махивеловые ягодки. Я люблю их есть, из них делают гусики. Это очень полезно для здоровья, но я хочу еще и для свечей. Красива, где-то у нас она может и есть. Но я ее никогда не собирала. Я бы ее, конечно, нарезала, собирала в нужное время. Но я ее здесь навстречу. Но где-то она есть. Просто я там по кустикам встречала, что-то нарезала. Так, это амила пивовая. Есть два вида у нее. Но есть вообще на каждом дереве самая ценная у кельтов дубовая. Вот это амила березовая, то есть она несет соки березы больше. Это ивовая. Исполнение желаний. Это рязка. Вот рязку я не догадалась пособрать. Но мне интересно было с водными растениями. Я другие собирала, водные, которые у нас есть. А это рязка. Вот она такая. Так, это петров крест. Это большие растения. Паразит на корнях архи, по-моему. Цветет розовым, корневище как крестом. Цветет розовым, похожим на вереск. От бесплодия, если в медицине. Там огромный перечень. То есть она восстанавливает поле и убирает пробои. Корешок носили с собой раньше путники. Это в лесах. Это насильных, орховых, еще каких-то. В лиственных смешанных лесах она растет. И я с ней не встречалась. Я попыталась вспомнить, видела ли я эти щетинки такие. Прям на корнях растущие в буше. Не могу вспомнить. Но вроде какие знакомые растения. В смысле по виду. Так вот. Его носили раньше обережным от всякой нечисти. От вампиров. Ну типа это растения, например, походу. Как я омела. И в дорогу брали полную. Как я это читала, народные штуки. Так. Хотела его увидеть. И вот увидела. И держу в руках. Потом еще буду с каждым играть, как с жезлом. У меня сейчас просто вся в своем ивовом жезле. В вивовом болитине. В этой энергетике. И в травах, которые есть в тепи сейчас. С которыми я не действовала. И уже такой мощный коктейль. Это березовые орешки. Это наросты на ветлях и на рисах. А у меня вот эта вот непонятная штука. На самих плодах. Она тоже не знает, что это такое. Вот то, что я прожигаю каждый раз. Как паразитирующее что-то. Так. А у нее вот отрагаю. Рябины у меня под рукой нет. Есть на даче в чужих участках. Я же туда не полезу. Поэтому я сказала, что мне чуть-чуть жменьки рябины хотелось бы. И это аэр. Это из верных болотных корневища. Я только верхние части собирала. Поэтому с корневищем, с заземлением, с заводнением, соединением материального эмоции. С влиянием эмоций и материализацией. Ну, жизнь, жить сердцем. Вот эта вот штука. Я не знаю, что это за цветы. Я там еще несколько просила. Они пахнут свежестью. Они очень ароматные. И ими все было припудрено. Так красиво и эстетично открываешь все в стружке. И вот в этих удивительных лепестках, которые очень-очень свежеско пахнут. Это у нас карасины. Еще раз сирень. Ореховые орешки. Точные для дома, для пространства, для создания пространства в мире. И сюда же, к этим моим мечтам, когда-то я сушила гранат. Значит, вот. Вот это все у нас будет на коридоре затмений, на запуск следующих 18 лет. Это все травы, связанные с исполнением желаний, с радостью, с счастьем, с любовью, с страстью, с защитой, чистотой. Сюда тоже вот все женское, красивое, с плодовитостью. Срязкой я еще подумала, что я буду делать. Но все это с эмоциональным телом было связано. Крапива тоже наполнение, защита. В общем, это сокровище. Рябиновые бусы, это тоже всегда был оберег в любви и счастье. Убираем все присоски, все вот такое вампирское. Разберемся, что с этим делать. В общем, для красоты, счастья и радости. Вот такая у меня красота. Я хвостом беляю.